всех приветствую сегодня у нас в гостях владимир шумшук исследователь писатель и метафизик и сегодня мы поговорим о последствиях ядерной войны и почему возникло такое большое недопонимание в плане негатива который обрушивается на евреев также будет эта тема освещена добрый вечер рад вас приветствовать на канале лерии ну и вот сегодня тема уже объявлена еще вот как рассказать немножко побольше потому что тема конечно евреев она очень обширна и за один там час-полтора конечно же там все не осветишь и потом людей которые в общем-то вроде как зазомбирован на то что во всем виноваты евреи для них это шок что евреи ни при чем поэтому естественно он всю информацию которая была сказана прошлом нашем но вебинаре встречи она не воспринялась вообще красота сенсация то было то что было помимо евреев сказано но это было сказано для того чтобы понять почему ненависть почему преследование евреев и не только со стороны нашей страны вообще всего мира это идет из космоса в реальности потому что евреи в действительности очень много это те люди которые в общем-то не хотят умирать и хотят жить и размножаться а у нас когда человек долго живет да он носит даже он только двух человек родит за тысячу лет ну а те еще двух через 25 лет еще двух через 25 лет еще двух и получается один квартале он человек квартале он она пара миллиард девять нолей триллион это двенадцать нолей а квартале он это пятнадцать нолей это же катастрофа у нас ведь помимо того что только два чё ну то есть по два только вот рождается да а если еще рождается все те которые родились от других веток да получается 800 квартале онов людей понятно что космос перенаселен у нас это же те не одна паша будет размножаться у нас размножаются миллиарды людей поэтому в реальности это проблема проблем и за именно размножением у нас идет очень строгое слежение вот и в космосе и во вселенной и в нашей галактике и в нашей метагалактике но это везде под контролем если выбивается контроль да такую цивилизацию могут уничтожить и мы в этом плане оказались не исключение и поэтому раз иудеи то есть они были крещены идею они приняли значит диалог бессмертия их понятно уничтожали потому что они должны все принять были перевоплощение но перевоплощение понятно ну кто-то принял но все равно в действительности оставался бессмертным поэтому таких людей выявляли и уничтожали вот хазоват который после апокалипсиса и после армагеддона произошел да это как раз выискивание таких вот людей и уничтожение ну у нас это связывает там с инквизиции понятно да в реальности это было явление космическое и даже более чем космическое и евреев уничтожали не только на земле у нас вот 27 планет было солнечной системе из как 20 из которых вернее 23 из которых погибло да вот это же погибли все планеты где были и жили иудеи более того у нас в реальности нашей галактики которые 400 миллиардов звезд а там планет там уже купить и триллионов если не больше там тоже живут люди которые исповедуют иудаизм то есть бессмертие и и их тоже преследует до сих пор и это всегда будут преследовать если они не перешли на перевоплощение вот когда люди переходят на бессмертие да они не должны размножаться таких цивилизации много нас галактики и вообще во вселенной чтобы представить вообще размеры нашей вселенной да у нас галактика 400 миллиардов до звезд а в нашей метагалактике но метагалактика где много этих галактик триллион галактик вот представляете какой объем это только метагалактика если говорить следующая структура но и она назвать там супер галактика так этих метагалактик там тоже миллиарды вот и представьте это наша вселенная сколько у нас здесь всевозможных миров сколько у нас здесь всевозможных видов разумных но и не очень разумных людей понятно что земля это лакомый кусочек здесь их условия хорошие и люди в общем-то правило демонстрируют глупость потому что она же все время старается опускать это реформа образования уничтожение там передовых достижений науки техники и примитивизация человека в итоге добились что сейчас люди стали говорить о плоской земле там трех слонах черепах и прочих глупостях которые говорят о том что мы даже простых вещей не понимаем раз мы не понимаем ну зачем нам планета тем более плоской поэтому эта ситуация уже была с исполинами исполин тоже внушили что земля плоская что она на трех слонах там ну и все исполина уничтожили их убрали земли и и одно время у нас ее был заселен полностью инопланетными пришельцами вот война север и юга про которую нам говорят что это городе как гражданская война в соединенных штатах реально эта война была землян и инопланетян ну в этой войне она была кстати ядерная и она случилась в 1820 году то есть совсем недавно почему именно 1820 потому что именно в 1820 году санников открыл так называемую землю санникова да но и говорят что это новая земля и в то же время буквально через полгода это новая земля не цветущий край как описывал санников а это снежные торосы и полностью засыпанная снегом земля то есть вот этот именно период произошла ядерная война а у нее есть особенность она ядерная бомба когда взрывается на ударную волну мощная ударная волна которая все тащит за собой да там ну нам рассказал что можно спрятаться за укрытие какое-то да и вот волна пройдет сверху и тебя не тронет но не так практика показывает что когда идет волна куда-то не спрятался тебя все равно вытащит и тебя потащит со всеми остальными там людьми зверями животными деревьями у нас до сих пор встречаются на севере кладбище мамонтов так называемый да но там не только мамонты шерстистые носороги встречаются да у них у всех переломаны кости это как раз последствия ядерной войны которая произошла в 1820 году именно ядерная война в реальности помимо ударной ядерной волны идет во первых стена огня там же вот люди они почему все голые то были то что одежда вся сгорела потому что шла стена огня горел камень была очень большая температура но она как раз вызвана опять же ударной волной которая укидывает в атмосферу массы воздушные и падает давление и возникает отрицательное давление вот когда шарахнули эту кузьки ну мать это где-то больше 60 мегатонн ну думали 50 она действительно все разыгралась там там же были значит наблюдательные пункты все снесло там же вот этот гриб который образовался 95 километров в диаметре такой огромный гриб и выжгло все естественно там же световой импульс идет оттуда энергия где-то 40 процентов уходит ядерного взрыва 50 процентов идет на ударную волну потом стена огня но и его не считают вообще даже та которая выброшена вверх в атмосферу а тут начинают обратные вертикальные ветра в стратосфере минус 70 градусов у нас сейчас они иногда возникают эти ветры когда вот солитона там возникают появляются вертикальные ветры но это типа смерчей вроде как моментально все замерзает минус 70 то есть замерзает животные замерзают люди все но потому что солитона солитоны они создаются из наших отрицательных эмоций ну а большинство наших эмоций вертятся вокруг семи герц вот семи герцова чистота это чистота землетрясений и он и наша чистота наша чистота значит страха там печали но у нас их около 30 этих всех эмоций даже больше отрицательных положительных там ну в основном радость да ну восторг и все но еще ярость можно сюда добавить но она уже имеет это сайт назначения и она вот имеет близкую к 7 герц частоту и эта чистота естественно вызывает и землетрясение и также еще имеется еще один фактор поражающий взрыв ядерный он вызывает вот эти вот сейсмические волны которые провоцируют землетрясение но и действительности как только где-то ядерный взрыв долбанули но все значит ждите землетрясение в узких местах они обязательно проявятся но вот мы планы перешли значит уже последствиям ядерных этих взрывов да ну и я вот хочу подчеркнуть что вот нас вертикальный ветер никак не учитывается вот еще в 18 веке у нас было две атмосферы это еще по опытам то речели было известно да а у нас ну потому что было 1400 лет что-то столба сейчас 740 ну сейчас было в мое время 760 сейчас уменьшилось вообще до 740 а если еще сейчас шарахнет война которая сейчас усиленно толкает нас за кулиса ну что будет но уменьшится еще в два раза 0503 будет атмосфера вот большинство людей уже при такой атмосфере долго жить не смогут более того значит это вызовет опять же выпадение снега да то есть это будет просто леденение вот ну и понятно никакого сельского хозяйства ничего не будет там кто-то думает что они там где-то бункерах переждут это у них там запасов там на 30 50 100 лет этого тоже не будет если давление упало нужно восстанавливать атмосферу и биосферу а атмосфера без биосферы не восстановится и обе сферу так просто него не восстановишь на это уйдут столетия чтобы ее восстановить вот и поэтому даже те которые думают что они спасутся в реальности это очень проблематично даже если у них там полностью зациклено все все эти производства до замкнутая система она вырождается постепенно но и поэтому даже все изолированные цивилизации микроцивилизации которых у нас много они тем не менее понемножку общаются они не общаются так сказать по обмену там дипломатическими миссиями но они общаются потому что они же знают друг про друга у них в общем-то вот эти все чувства которых у нас сейчас нет которые сейчас нас вытравили они то у них остались они общаются ну и ядерная война это фактически самоубийство человечество и нас сейчас к ней сильно толкает более того значит они надо наш год говорят уже хотят высадиться да с ними был про не беру значит у нас вся информация засекречена сейчас во всех школах где учили астрономию сейчас во всем мире не учат ее запретить не запретили ее просто убрали а все обсерватории которые даже у полковская там вот они все по закрывались почему-то вот но якобы там нечем платить но и так далее прочие отговорки и в реальности они готовят в общем-то высадку но высадка может и не состояться во первых есть силы которые не хотят чтобы это было во вторых на в общем-то предложено и обещано что если мы попросим да то в общем-то нам помогут но у нас просить то особо некому народ то эти вот судя по прошлому нашему вебинару народ очень большинстве своем очень опущены он мы иллюзии затмели полностью в глазах вот они вот думают что вот евреи это во всем виноваты а вот что такое сионисты все они стоят это синоцефалы или киноцефалы на скинология специальная наука о собаках киноцефал или синоцефалы или сионисты это римская империя им ведь никто не мешает в банковском допустим деле полностью значит ну представляться евреями там и делать все чтобы народу было плохо никто не мешает а народ думает что он мог пожалуйста это все евреи или допустим если у вас есть знакомые массажисты профессиональные спросите их встречались ли им люди у которых позвоночник весь в шипах или в гребенке в такой уверен что через одного вам скажу что да встречались иногда эти шипы видны а иногда не видны но он руки они ранят или допустим спросите но это уже никто или мало кто расскажет если у них анальное отверстие оказывается что у нас очень много людей но и людьми сложно назвать это рептилии сделаны и созданы под людей у них нет анального отверстия у них клоака поэтому все равно с кем совершать полуак что мужчина что женщина поэтому и говорят что у нас все через зад делается это реально так что через зад потому что у них дорогого места нет кроме клоаки и посмотрите спросите опять же у массажистов видели ли они людей у которых нет пупков да таких тоже много людей оказывается просто они все у кормушек управящих у власти над нами они все контролируют они все про всех все знают потому что они наши господа а мы рабы но все сваливается на евреев или возьмем допустим те же самые войны да вот югославская война ребята ну наступление вот они освободили село ушли ну нормально село хорошо встретили там посидели поговорили за жизнь вот возвращается село сгорело так что кто сжег-то в тылу кто сжег один раз так второй раз так стали оставлять разведчиков которые наблюдали что же происходит ну и вот приходит ну их иногда в армии называют интендантскими войсками да ну это скорее всего то что вот идет от шабби зондеркоманда они забирают у людей ценности деньги но все все что торга вот они все забирают через какое-то время приходит рая команда которая уносит всю мебель там вещи ну все скотину угоняет а потом приходит третья команда которая расстреливает все население и сжигает и потом мы живут смотрите падают самолеты кто-то сбил или там город весь ну уничтожили всех там зверски причем и это все видно они кивают на других но как обычно это делается то чтобы разжечь ненависть друг другу чтобы люди больше сталкивались делать все за кулиса на сегодняшний день этой за кулисой является шваби шваби это продолжение фашистской германии они обосновались в антарктиде ну во внутренней земле и кто допустили допустили и в принципе им передали все образы правления они в америке они европе они в россии они везде они рулят и они разыграют спектакль перед нашими глазами что происходит фашизм это вообще не наша идеология это космическая идеология от них идет потому что ну земля какая могла быть идеология это разные разные ну что разные они в чем-то превосходят другие в чем-то уступают просто такие люди у нас ведь на земле много осталось вот этих разных видов не раз видов там и коленки назад и гермафродиты и которых много грудей и ластаты все эти поселения есть даже в москве те же косоги но они сами себя косогами называют в народе черти они тоже есть у нас есть целое поселение вампиров которые спят обычно там военная часть я не удивлюсь что это военная часть она нигде не прописана как военная часть это захватчики это за кулиса и эти вампиры они просыпаются и вот они сейчас снова проснулись чупакабра то это ведь ну как нам говорят что это те животные нас животных то есть много которых не определили вот из книжка акимушкина следы невиданных зверей их ведь очень много видов которые биология не писать не описано они описаны потому что на белый кто обращать внимание из наших руководителей понятно что подумаешь там кого-то там не писали ну ладно и бог с ним а в принципе должны описать всех потому что там эти сихи хищники есть очень коварные животные которые питаются и человечестве в том числе или же самые рептилии но я не буду рассказывать вас пугать но в принципе принципе эти поселки они через 50 лет 50 просыпаются и начинают вампирить их используют на интендантские войска но кто про это что-то знает ну понятно специалисты знают но это все закречено естественно но в девятнадцатом веке почему-то об этом знали все и даже знали что это разновидность бешенства если тебя укусил вампир да ты можешь заболеть этим бешенством ты можешь начать тоже употреблять кровь вот но этих описаний тоже немного встреча с людьми одна из таких вот но классических так будем говорить из них таких рассказов это когда на но мужчины мужчины женщины да но они друг друга периодически сосуд то один то другой но чтобы не нападать на других людей потому что ну понятно что человек после этого то может и умереть но может стать вампиром и попасть сразу к нему в деревне в тайны которые туда ну простых людей естественно не вампира пускают так вот это эту болезнь в девятнадцатом веке лечили лечили как разновидность бешенства а сейчас почему-то забыли как это лечится и понятно что опять и кого-то подставит у нас всегда всех кого-то подставляет но евреев понятно из-за бессмертия а ведь остальных то за что кто-то ведь сделал там уничтожил всех вот жителей данной деревни для данного села понятно что они думают на них другими другие и конфликты разбираются с новой силой а люди они не понимают что ими управляют в этой если возьмите вот эту вот римскую жизнь историю да но официально даже я не говорю там по каким-то местам ходили вам кто-то что-то рассказал официально они же там все время убивали периодически убивали рабов но и поэтому у нас время периодически большие жатвы когда надо убить много народу наш народ идет потом на гавах да то есть идет воплощение галахии галахии вот эти вот сверхглубокие скважины которые были в азербайджане кольская глубокая скважина в америке в германии но их везде их пытались исследовать что же там такое почему там такие жуткие греки издаются с подземелья да но оттуда люди и выходят даже хотя кольская она где-то 11 12 километров глубоко достаточно оттуда не вылезешь и тем не менее они маленькие там рождаются но там мы мы продолжение нас и из нас потому что мы же как бы накопили галах выпаривают выплавляет вот этот галах а галах это жир почему там маленький то народ да потому что там давление низкая у нас на минут это стерен где копится вот этот галах а у них температура половине 150 градусов холестерина если человек отогреть температуру он умрет естественно да но уже по 70 градусов умрет а давление снизишь и все он не умирает там 70 градусов ну и даже меньше там 40 градусов вполне теплой температуры и пожалуйста холестерин плавится галах получают а галах он является у нас галактики основной валютой потому что один человек душа одного человека который уходит на галах она дает энергии практически столько же сколько дает атомная бомба это 20 килотонн взорванные в нагасаки и хиросиме ну и поэтому у нас вот такая вот свистопляска идет и я думал что вот информация касаемая вот как раз евреев подставки как это делается да все делается за кулиса а мы друг на друга думаем только друг на друга за кулису вообще не учитываем разумка включается в том что человек способен анализировать вот когда нам говорят что вот это жиды вот это вот евреи вот это значит сианисты ну для нас все одно и то же но вот когда происходит не развлечение это называется деградацией деградация и она в действительности у нас охватила практически весь земной шар и поэтому вот когда мы там говорим что вот давайте ну или всех или вообще никого будем спасать все человечество да вот там говорят а того собирать и спасать но и действительности мы в тупике тем не менее все равно жалко людей потому что они пойдут на гава тем более все там дети то у детей то ведь все впереди но у нас такие школы сейчас такие программы понятно что из людей из детей и в общем-то я думаю что такие примитивные ну выпады типа вот евреи там защищать евреев ну то есть я еврей но меня иное происхождение в реальности я можете рад был евреем а если мне другое из-за которого нас мама и время выкинули из москвы поэтому надо думать о том что вам дает и пытаться анализировать все это разбираться они голословно начинать говорить что это не так потому что это не так и потому что этого не может быть потому что не может быть вся аргументация понятно что но я последний посчастливилось коснуться небольших основ вот ушедшей цивилизации небольших это насколько это все грандиозно насколько это все завораживает и насколько это все это практично и как это все работает вот понятно что с нашим уровнем мышления которые принципе дихотомично то есть у нас только все может быть черным или белым хорошим или плохим то есть только два варианта черно-белая палитра вся краска отбрасывается плохой хороший а все остальные понятия связанные с человеческими качествами тоже отбрасываются но их просто человек не может видеть когда он дихотомии а дихотомию сразу же у нас это оценочная система до пол два три четыре пять но не знаю сейчас говорят 100 сделали но хочу глупее получила те стоят 80 а другому 90 но какая разница то 80 90 вот у нас была она тоже была оценочная система но там было более 500 обозначений то есть проба хорошо плохо восхитительно удачно практично вот и причем этих вот оценок было можно было любые давать но это была оценка который оказывала реальное обозначение что это обозначало и поэтому там не могло возникнуть дихотомии люди понимали о чем речь сейчас даже те четыре или пять поставили непонятно за чё что такое 4 не что такое 2 у человек старался делать там домашнее задание ему два поставили ну потому что неправильно а старания на мысли которые он там выложил это же на тоже все учесть у нас было и отметочная система помимо оценочной отметочной это когда отмечали всем классом всем коллективом удачу свой пиво одноклассник а это давало возможность людям радоваться за других людей сейчас указались на школа так воспитывать только зависть минуты только я должен быть лучшим медленно эти не пятерки так далее а вот отметить удачу своего одноклассника как раз приводило к тому что люди учились радоваться за других а когда ты порадуешься за человека его успех становится твоим успехом потому что эмоция радости тянет тебе радость если вы испытываете злость ненависть зависть да новых все притяните злость зависть ненависть у нас ведь почему старые воры говорили что хочешь кого-то закопать копая яму еще и для себя потому что обратно неизбежно придет но что уже будешь носителем этой смерти и будешь тянуть себе эту смерть всякими разными способами она придет поэтому нам сейчас надо сосредоточиться на том чтобы не было это ядерной войны не дать за кулисе развязать ее у нас ну сейчас много таких вот голов которые говорят давайте шарахнем там по харькову по одессе ну и бог с ними ну это ведь тоже придет обратка тоже будет не надо думать что но не тут тут во первых не только украинский народ тут и вообще вся общественность подымется земная общественность и тоже будет считать что шарахнем по москве там петеру и ряду других крупных городов и тоже ничего не будет на все будет это вот как раз взаимная ненависть которая питается как раз за кулисы с помощью ее всевозможных подстав потому что сам по себе человек он миролюбивый ему не надо никого не убивать не грабить особенности он воспитан еще старой советской школе таких вот ну были конечно исключением школа сама их не делала это уже делал быт это были родители это было пьянство которое достаточно было распространено в россии но но и сейчас в общем то никуда не делась но в общем то приводит к этим отрицательным эмоциям которые тянут все вот эти отрицательные вещи ну вот он образовался все это показал вот может почитать его в общем то все станет понятно ну вот поэтому я еще раз хочу призвать всех не дать в общем то с собой управлять собой манипулировать иллюзий у нас очень много очень много я не говорю там наука но и в традициях и взаимоотношениях между нациями народностями и так далее все это надо и изживать и желать и в общем то находиться всегда в позитиве очень вкратце всем вот очень кстати интересно было насчет гаваха узнать вы говорили что гавах это в большей мере жир когда выпаривают и я подумала что вот с каждым годом у нас процент толстых людей в мире растет не поэтому ли они это делают чтобы больше было гаваха да конечно чем больше жира тем больше растворится в нем в человеке этот отрицательная эта эмоция ну их много эмоций каждое событие отрицательное она отпечаток именно на жир вообще ведь когда человек имеет эти отрицательные эмоции пусть он даже сделать вам какой-нибудь салатик ну поешьте его вы ощутите полностью комплекс его от этих ощущений которые у него все время они никуда не деваются эти эмоции они все время присутствуют и человек распространяет на еду на одежду на место где он посидел на место где он посмотрел зеркало там еще где-то почему вот эти все староверы они там где ты посидела нет сжигают там ты где поела не то выкидывают там ты где значит посмотрел не так тоже уберут тем более если ты поспишь постель тоже выбрасывается вот если например человека не хоронят а сжигают тогда они не могут выкачивать гавах или выкачивает но меньше гаваха ведь они же как видите какая вещь вот у нас тонкая материальная структура душа да она же может материализоваться превращаться в человека нормально и может обратно становится тонкоматериальный да она она ведь не умирает она по определению у нее все признаки божественности то есть она вечная да она вездесущая но должно быть чем могущество ее лишили но но какое-то небольшое там есть почему нам говорят о покойниках или хорошо или ничего потому что какое-то могущество если она может душа принципе человеку утащить за собой если он на нему о нем будет говорить плохо ну то есть если ты возмутишь душу это может отомстить таким вот способом именно это тонкоматериально душу если материализовать она из тех же молекул их тех же а из того же жира и все того что и человек состоит и поэтому если вы ее материализуете вы можете выпаривать из нее что угодно можно и в тонкоматериальном плане выпаривать но если ты можешь видишь и можешь делать эти конструкции тонкоматериальные то можешь и тонкоматериальный но у нас специально сделана промежуточная стадия галахия галахия где вот людей выпаривают а в цену то что говорят там котлы все это же все правда это просто мы не верим потому что у нас материализм он захватил весь мир ведь свое время когда вот владимир да его же заставляли убрать вообще всех богов нас сколько цивилизации безбожных но он все равно стало но упросил оставить но хотя бы какая-то духовность чтобы но и все в той же галахии там люди воплощаются сделать делают там давление поменьше чтобы они не росли не росли они небольшого роста и они иногда оттуда вырываются вот этих как вот этот каштымский карлик да но это вот представитель как раз галахи сбежал оттуда они кстати говоря не разговаривают они телепатят они помнят свою жизнь они помнят за что мы их вот сюда воплотили вот а нам нельзя помнить для того чтобы мы должны совершать все гадкое нехорошее для того чтобы сработала карма которая нам тоже или у нас же была карма совершил получил а то значит следующую жизнь а про следующую жизнь кто знает и кто верит самое главное верят единицы но основные индусы белое население но они говорят они полет совсем не так как следовало бы делать даже по тем же индуистским канонами поэтому галах он концентрируется в душе потому что на ю больше концентрируется именно душе чем нашим в теории вот мне кажется людям которые не верят в то что люди отправляют на галах надо посмотреть в интернете есть видео звуки и скользкой сверх глубокой потому что там именно четко слышно что люди страдают кричат что их кто-то мучает и именно из-под земли как раз там где видимо и находится как раз вот это гавахи или какой-то один из ее филиалов ну да их же много у нас когда в азербайджане курили но там меньше чем 11 километров не добурились и там хотели следовать эти звуки вот через пять минут люди все которые следовали они сошли с ума но такая большие ты рассказывают то есть это слышать невозможно но их вот выпаривают в этих козлах конечно выпаривают когда это мучительно больно ужас конечно то есть и кто попал туда он уже не может никак и этого избежать то есть если ты уже туда попадаешь что однозначно исход что будут мучить да будут выпаривать и запаривать выплавлять у нас это дело в том что люди когда узнают об этом да они же пытаются сразу сбежать с того света воплотившись хоть кого-то не в животных воплощается почему сейчас устали животные высоким интеллектом все больше и больше собаку вот описали недавно американцы она пришла в магазин который торговал запчастями к автомобилям да и стала приносить вот там покупатель что-то говорит ему нужно да и свака приносит а у них вот перед этим умер значит продавец этих запчастей и вот пришла собака которая воплотилась значит и вот она все помнит она все знает но у собаки вообще ведь они же понимают человеческую речь то мы думаем что они не понимают и никто даже могут говорить что то то же самое кошки все кто живет с человеком они в конце концов начинают понимать речь попугай должен то же самое да и интересно еще было бы узнать вот по поводу евреев то что еще есть такое мнение что евреи сами по себе они в действительности имеют совершенно другую днк чем у человека более высокоразвитую что это потомки анунаков и если перевести слово евреи это будет чужой как бы то есть чужестранец и что их так не любят из-за того что люди как бы инстинктами чувствуют что это не такой как они человек как на уровне борьбы с человечества с инопланетянами чтобы это не просто чувствовать что-то другое в них и поэтому придумывают гадости ну так видите я же уже говорил что среди евреев там очень но не евреев вообще которых сейчас мы называем время очень много сферонных видов представителей они сами у себя 49 насчитывают сферонных там хаббатники фасиды аскеназис и фарды но их много много и они все между собой разница не все разные вот аннунаги про которых вы говорите да они вот эту не бюро не населяют 3600 лет имеет оборот вокруг альфа центра и солнца на сразу круг двух солнц вертится и вот он когда она выходит в галактику там светло там тепло то налетит когда заходит солнечную систему здесь уже темно здесь уже холодно и вот пока она долетит а это там ну лет сто наверно пройдет пока она долетит до солнца и где ее будет уже освещать его и тепло а вот и они же хотят выкинуть вот сто лет если будем лететь при полном при полном отрицательном 0 градуса это минус 273 градуса ну может чуть побольше потому что у нас все таки в самом космосе солнечная система там все таки придает 200 но это не спасет то есть мы просто замерзнем там и все но кто-то может быть и сможет пережить это все но большинство людей понятно что не переживет ты точно что спасибо вам за такие потрясающие знания было очень интересно и в конце как все там можете дать людям какое-то напутствие что сейчас делать вообще что какую-то практику ну если конечно желать такие вещи как допустим развивать свою интуицию да у нас интуиция на к сожалению невозможно то по той простой причине что у нас все интуитивные органы они с нашими органами связаны и у нас еще когда-то была иннервация наших внутренних органов и мы ее лишились и поэтому интуиция она практически отсутствует но тем не менее у кишечника есть в некоторых местах иннервация сохраняется мы же грим кишками чувствую это интуиция вот когда возникают какие-то мысли да ну просто так вот вы задали себе вопрос и какая-то приходит мысль как правило это идет интуиция вот именно первое потому что вторая уже вмешивается интеллект вмешивается уже опыт и все прочее и нужен точно не сможем определить что это именно так ну чтобы самая верная это первое но попробуйте работать в этом направлении развивать хотя бы кишечную интуицию потому что у нас и печень тоже имела интуицию и селезенка имел интуицию но у нас все имела интуицию у кого-то эта инновация сохраняется но таких людей очень мало у большинства она нарушена но именно потому что нам извинили питание извинили питание ну и самое главное эти традиции которые внедрили все мы же не знаем что надо не в одно и то же время есть как нам сейчас говорят да равные промежутки времени должны быть между питанием пищи тогда уже это возникает всевозможное упорядочение в организме которые не дают уничтожить это но хотя бы те остатки наших способностей которые у нас есть то есть надо выбирать одно и то же время для того чтобы принимать пищу и один раз нет почему можете 34 у нас же до революции там и 8 раз употребление пищи были но не ели и столько что у них отходов то не было то есть ели довольно мало да это микропитание а вот получается что как настроить иннервацию нужно сконцентрировать свое внимание на этом органе или как-то иначе ну можно это нужно потому что там где наше внимание там развитие вот и причем мы даже не подозреваем какая сила это наше мышление и концентрация его потому что вот концентрируясь и причем если долго концентрируемся если еще знать как и там же нет ни один способ просто сконцентрироваться там есть очень много способов которые приводят к результатам вот но ищите еще этим спасибо большое очень интересно интересное знание постараюсь как что-то попрактиковать такое именно плане интуицию действительно это очень интересно спасибо большое хорошего вам вечера до свидания до свидания читателя